Давайте попробуем чтение. Параметры схожи. Мы указываем ID-шник. Это будет тот же самый поставщик. Тип документов, конечно же, поставщики и мы можем выбрать какие именно поля мы хотим получить. Укажу просто для примера сейчас одно – надежность. Дальше я хотел бы его использовать для условия, поэтому мне нужно его пересохранить в переменную. Тип у нас будет просто строчка. Где мы его возьмем? Конечно же, в дополнительных результатах. У нас есть действие чтения элемента списка. Вот наше поле «Надежность в результатах». Преобразую его к строке. Ведь у нас это значение списковое, слева у нас строка. Скорее всего, стима может преобразовать его и сама здесь правильно, но я укажу в явном виде. Теперь можно добавить условия. Тип мы будем использовать значение переменной, именно поэтому мы ее и создавали. Мы не можем здесь обратиться к результатам, который возвращает действие напрямую. Переменная наша «Надежность» равно «Низкая». Сохраним. Если у нас будет такая низкая надежность, давайте будем отсылать уведомления пользователям. И расставим везде записи в отчет, чтобы ориентироваться, как у нас работает бизнес-процесс. Сохраним и проверим, что у нас получилось. Выберем ООО «Мебель». Это тот поставщик, у которого я указывал низкую надежность. Посмотрим наш лог. Да, здесь отлично. У нас две записи, что поставщик указан и указан поставщик с низкой надежностью. Все прошло по ту веткам, в которую мы с вами и рассчитывали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!